Отримай шанс на бонус до 10 тысяч гривен от Favbet В часы постоянного прессинга, нехай спорт поддерживает тебя Что задумали Россия, Китай и Иран? Означают ли совместные военные учения подготовку к Третьей мировой? Таким образом повышают ставки Будет ли Тегеран продавать Москве еще больше оружия для войны с Украиной? Это диалог, в кавычках, но не с НАТО Причем здесь подводные атаки хуситов? Сигнал странам Аравийского полуострова И как формирование антизападного треугольника может повлиять на международный трафик оружия и Украину? Флагман Тихоокеанского флота России, ракетный крейсер «Варяг», а также эсминец маршал Шапошников Пришли на Ближний Восток из Владивостока Похоже, чтобы доказать миру, что Россия до сих пор морское государство, несмотря на потрепанный Черноморский флот На учениях морской пояс безопасности 2024 в стратегически важном Аманском заливе Также корабли китайских и иранских ВМС, всего более 20 А еще военно-морские вертолеты Для поддержания мира во всем мире и безопасности на море Так цинично сформулировали цель учений сами страны-участницы Просто по Джорджу Оруэлу Война – это мир Но что на самом деле за этой ширмой? Это ответ на те масштабные натовские учения, которые проводятся на севере, в районе Балтийского моря И это такой асимметричный ответ, потому что ни по военному потенциалу, ни по длительности, ни по количеству вообще привлеченных ресурсов и людей, техники, авиации Эти мини-учения не могут соперничать с учениями НАТО Речь идет о демонстрации своего присутствия в этом море, о доминировании конкретно в этой зоне И если игру мускулами Китая и Ирана в этом регионе понять легко, это по меньшей мере путь поставки иранской нефти в Китай То что же в этой геополитической триаде делает Россия? Какова ее роль? Речь идет о защите иранских торговых путей от возможной блокады со стороны американцев Дело в том, что эти торговые пути важны как для Ирана напрямую, так и для России Поскольку Россия, например, анонсировала несколько крупных проектов, общих с Ираном По созданию на побережье Ирана нескольких мощных хабов Зерновой хаб, нефтяной хаб После введения санкций Федерация ориентируется на юг для торговли Других путей у нее практически не осталось Но очевидно, что сотрудничество не только экономическое, но и военно-политическое И самое мощное звено в нем, конечно же, Китай, де-факто определяющий правила Говорит о мире и безопасности, но вдруг проводит совместные с подсанкционными государствами военные учения Уже не в первый раз Зачем Поднебесный такой альянс? Китай здесь пытается убить сразу двух зайцев Во-первых, он демонстрирует свою приверженность ключевым партнерам – Ирану и России А во-вторых, если посмотреть на круг приглашенных наблюдателей на учениях Таких как Оман, Пакистан, Казахстан, Южная Африка Это абсолютно четкий перечень стран глобального юга И вот этот диалог, который носит иногда довольно напряженный характер Мастер между условным коллективным западом и еще более условным глобальным югом Китай пытается поставить так, чтобы выглядеть основным амбассадором глобального юга То есть борьба за абсолютное влияние И здесь очень много интересных деталей В желании выбить из акватории американские и британские корабли Автократии готовы идти на крайние меры На этих кадрах ко дну идет балкер Рубимар, который йеменские хуситы потопили в Красном море И это далеко не единственная диверсия Еще одна недавняя – перерезанные кабели глобального интернета По мнению наших экспертов, все это санкционировано одним из участников триады Никакие повстанцы не имеют глубоководного оборудования для того, чтобы серьезно повредить этот кабель Нужны такие промышленные резаки – это батискав Нужно рассчитать и глубину погружения, и время Понятно, что хуситы получают откуда-то указания Они получают откуда-то координаты цели, и поэтому так точно бьют Очевидно, что есть содействие со стороны Ирана Очевидно, что есть спояння с боку Ирана Часть учений организаторы как раз посвятили освобождению заложников с захваченных судов Корабли были разделены на две группы Одна из российских и иранских, а другая из китайских и иранских судов Именно иранские играли роль захваченных Если учесть, что Иран с его прокси армией хуситов и является основным фактором дестабилизации обстановки в регионе Выходит иронично В конце концов, судоходство в опасности Стоимость перевозок из-за новых рисков растет А тут еще почти неделя учений Похоже так, Россия, Иран и Китай пытаются обеспечить себе монополию Или, как минимум, держать ситуацию под контролем Тем более, здесь все было по-взрослому С боевыми стрельбами по надводным и воздушным целям Иран при поддержке Китая и России стремится к установлению определенного диалога Он намекает на то, что жесткие действия имеют очень высокую цену Потенциально они находятся на грани столкновения с другими странами А еще для подсанкционных стран это способ избавиться от торговых ограничений Или свести до минимума их влияния Это противодействует как санкциям, осуществляемым по отношению к Ирану Так и санкциям, которые осуществляются по отношению к России И для Китая это тоже важно Поскольку в связи с проблемами в Красном море Иран может также использоваться как транзитная территория Если будет достроен этот транзит юг-север Тогда можно будет грузы переваливать через Иран в Россию и далее Для Китая же больше это шанс воплотить давний очень амбициозный план, который был поставлен на паузу Очень долго рекламировал Китай свои логистические способности и для доставки товаров через Африку и суши так же Через тюркские страны, уже напрямую в Европу То есть в данном случае блокировка морских путей играет на руку, конечно же, Китаю В данном случае блокирование морских шляхов играет на руку, конечно же, Китаю Уловили, о какой морской безопасности идет речь Сначала проблемы создаются, а затем волнееносно решаются И вуаля! Мечта Пекина об экономической экспансии в Европу и другие страны С захватом новых рынков сбыта может осуществиться А бонусом может стать, например, еще и уменьшение контроля за перевозкой оружия И это уже плохие новости для нас Но к трафику оружия вернемся чуть позже Похожая ключевая цель демонстрации возможностей Получить преференции от Запада в обмен на штиль в море Фактически путем шантажа Давайте назад, вы перестанете давить на нас санкциями А мы поддерживать хуситов, чтобы они топили гражданские корабли Дискредитация Западной морской коалиции может создать проблемы Европе и Штатам Ведь для них эти пути тоже крайне важны Там товаропоток очень большой И главное, что сокращается время на доставку этих грузов до Средиземного моря И дальше уже до Европы Другой альтернативный путь огибать весь-весь африканский континент Но, конечно, это существенное увеличение продолжительности доставки А еще по суше, то есть через Россию, это также исключено Но главное, как вся эта история повлияет на Украину И означает ли ситуативный альянс России с Китаем и Ираном Создание настоящей военно-политической коалиции И переход к более тесному сотрудничеству В том числе и в поставках оружия Это партнерство усиливается Ирану становится выгоднее продавать еще больше оружия России Чтобы конфликт у нас не утихал Потому что это средство давления на американцев С которыми сейчас много противоречий у Ирана Для России такое сотрудничество единственное окно в мир Экономическое и политическое Ей наконец-то дали долгожданную площадку С которой можно публично сообщить о своем голосе в политических процессах Да еще и во время путинских выборов Для России важно демонстрировать это глобальному югу Как бы мы ни относились к этому термину Мол смотрите, мы не в изоляции Мы мощная страна Продолжаем активно влиять на политические процессы В этом регионе мира С нами надо считаться Похожая ситуация и у Ирана Который не имеет возможности для торговли со Штатами и Европой И вынужден жить в изоляции А Китай в этой ситуации, похоже, просто защищает своих вассалов Ценных ресурсной базой Китаю, условно говоря, выгодно и дергать старого Байдена за усы Одновременно и ослаблять Российскую Федерацию И увеличивать свое влияние и присутствие там А вот будет ли поставлять А может уже тайно поставляет Китай оружие России Вопрос открытый Никаких прямых доказательств Впрочем, в эскалации Пекин сейчас не заинтересован Поэтому, вероятно, не будет рассматривать такой сценарий Россия же на подобные перформансы Тратит такие ценные для нее ресурсы И это для нас хорошая новость Ведь чем больше денег отдает на геополитические представления Тем меньше будет на войну против Украины Алла Чиж специально для марафона на канале Freedom Чебурашка, зеленка, лошади и коктейли Молотова Как россияне переизбирают Путина из Путина? Обратно в СССР Зачем людей принудительно загоняют на участки? У них отработанная схема Мы проанализировали так называемые выборы в России И использованные политтехнологии В очередных псевдовыборах президента России все очевидно Ход, кандидат и результат Ведь выбирают между Путиным и Путиным Так называемая волеизъявление для галочки И не только бюллетени, но россиян на участки все равно приглашают как могут Пятое переизбрание Путина, кажется, бьет все рекорды по количеству кринжа Должен прийти и проголосовать Мира вам, добрые люди! В Московской области избирателей встречает чебурашка В одежде российского триколора и с пакетом апельсинов Вы отлично ходите на выборы, я хочу вам сказать Еще, конечно! В Бурятии на избирательных участках исполняют оперные арии А голосовать приезжают на лошадях и в национальных костюмах Мы, жители села Улинтуй, пришли голосовать за нашего президента Уракшал! Для рядового россиянина очевидно, как могут, создают картинку Что так называемые выборы президента – это незаурядный праздник Тем более, что происходит он аж раз в шесть лет И потому даже артисты готовы Вот, пожалуйста, Стас Михайлов Удивительно, что еще не пел Киркоров Хотя встречали его тоже с телекамерами Тем, что мы пришли голосовать сюда сегодня Вот это, наверное, самое главное Я так благодарен папе, что он отозвался Причем ни минуты не сомневался Я говорю, папа, поешь голосовать? Конечно, пойду Конечно, пойду Я же Киркоров старший Я же должен подать пример младшему Ну что ж, папа, пойдем, дорогой Это, конечно, сегодня очень волнительный и ответственный день Вы большие молодцы, удачи вам! Шутки шутками, но на самом деле Все это составляющие политтехнологии российского разлива, считают эксперты Наследована она еще с советских времен 14 мая в стране состоятся повторные выборы народных депутатов СССР Тогда на выборы ходили стройными рядами, как будто на праздник Но преимущественно через буфет, который работал на участках Где можно было и пивка хлебнуть, которого негде больше купить И дефицитной колбаской закусить Был ажиотаж именно с утра Пока не разобрали все пиво И все бутерброды с колбасой То стояла очередь реально к избирательным урдам Потому что ты проходишь через выборы Проголосовал, а на выходе уже пиво и колбаса Ну и так как Россия сейчас полностью косплеит Советский Союз То вот эти все мероприятия на избирательных участках Это точная копия советской традиции 70-80-х годов Но в России, очевидно, из-за образа жизни Колбасу теперь заменили медицинскими услугами Которые предлагали прямо на избирательных участках В Челябинской области поощрением стали Анализы, ЭКГ, флюорография и консультация терапевта Вот такая неслыханная забота об избирателе Но еще большая замануха — это организованные викторины Среди пришедших голосовать разыгрывали все От жеребцов до автомобилей То есть пришедшие на выборы могут что-то выиграть Причем достаточно серьезные призы в регионах разыгрываются Даже квартиры То есть они таким образом стараются по максимуму Сделать все от себя зависящее для того, чтобы решить эту задачу Которую поставил Кремль Именно так чиновники на местах пытались выполнить задачу сверху Обеспечить явку Но тут уже вышло как вышло Ведь главы регионов выкручивались как могли Вот сидит мэр города И он что думает? Ага, они с меня завтра спросят Вот реально, да? Сидит начальник района И говорит, ага, с меня завтра мэр Спросят, почему меня не пришли Это традиция, кстати, тоже советская И о стройных рядах, как в советское время, тоже не забыли Специально для бюджетников Для этого даже вели ноу-хау Трехдневный марафон так называемых выборов Чтобы первый день пришелся именно на пятницу И всех работников госорганов можно было буквально за руку отвезти на голосование Император не имеет права избираться при низкой явке и низком результате выборов Император не может быть императором, если за него проголосовало условных 50 или 62% Поэтому им нужно наверстывать явку любыми возможными методами Однако совсем другой картина была на временно оккупированных территориях Украины Вот в северодонецке Луганской области бабушка голосует фактически под дулом автомата Евдокия Романовна, мы пришли к вам, чтобы вы проголосовали Евдокия Романовна, не спешите, все хорошо А вот так выглядело так называемое волеизъявление в Донецке Голосование на ржавых жигулях, где-то за гаражами, под наблюдением вооруженного оккупанта Но на российском телевидении отчитались Люди сами просились, чтобы проголосовать Удивительным было и выражение лица председателя Центра избиркома России Когда в разных регионах люди начали поливать урны чернилами и зеленкой Вот Москва Воронеж И временно оккупированный Крым В ход пошли и коктейли Молотова, которые использовали на участках И с самими бюллетенями россияне тоже играли как могли Одна женщина, например, в нем написала «Верните мужа» и подожгла В качестве международных наблюдателей на псевдовыборы в Россию и на временно оккупированной территории Свезли граждан из Чили, Алжира, Ботсваны, Кении и не только И это оказывается тоже не бесплатно Самый дешевый способ это покупать африканцев Ну сколько стоит африканец, чтобы он приехал в Иркутск, например В принципе, бесплатно, естественно Любой африканец, ну не любой, но любой, кто работает наблюдателем профессионально Бесплатно приедет за, опять-таки, за ту самую бутылку пива и бутерброд с колбасой Вполне можно привезти африканца Кроме иностранных были и так называемые независимые наблюдатели Среди которых, например, был полностью слепой депутат Видимо, поэтому в упор нарушений и не видели Хотя и здесь не обошлось без курьезов В Воронеже наблюдатели замахнулись, так сказать, на святое Начали требовать зашторить портрет Путина Мол, это же агитация в день выборов Настоящие же нарушения остались только для соцсетей Как, например, вот такие чернила, исчезающие от зажигалки Или то, как уже после завершения так называемого голосования Члены комиссии бросали правильные бюллетени Но все это на самом деле не имеет никакого значения, говорят эксперты Ведь так называемые выборы президента России Международные наблюдатели уже давно оценивают Как нечестные и недемократические Следовательно, фальсификации просто бесполезны Нужные цифры все равно напишут и без бюллетеней Честно говоря, я думаю, что такой уровень фальсификации Здесь особо не работает У них отработана другая схема Они четко довели до регионов, насколько я понимаю Что должна быть явка такая-то и результат такой-то Не менее 70% в среднем по стране С тем, чтобы потом вбрасывать условных там 15% И все, 15% никто не заметит И у Путина будет примерно 85% С этой точки зрения у них технологическая задача Сделать так, чтобы реальных было 70% Псевдовыборы в России – это шоу направлено исключительно на внутреннего потребителя Всему миру и так все понятно Председатель Европейского совета Шарль Мишель, к примеру, поздравил Путина С победой еще в первый день так называемого волеизъявления Троллинг высочайшего уровня Следующее всероссийское шоу под названием «Псевдовыборы» запланировано на 2030-й Если, конечно, на это хватит самого Путина Артем Куля, специально для марафона, на канале Freedom Как и зачем Кремль прислал в Европу целый десант разведчиков? Для своих самых грязных дел Кто стоит за немецкой прослушкой военных? Понятно, что это предстоящее для режима особой цензии Как самый разыскиваемый аферист мира оказался в России? В зарубежной прессе его называют «неуловимый яб» А также, где на Западе находится самое масштабное логово кремлевских ищеек? Есть две страны, которые сейчас де-факто являются большими шпионскими хабами Мы узнали, где и как скрываются те, кто выполняет черные задания Москвы Утро 1 марта Именно в этот день становится известно о грандиозной утечке Прослушку тех, кого, казалось бы, прослушать невозможно Эта почти 40-минутная запись разговора вызвала в Европе очень громкий скандал Участников перехваченной беседы четверо Все, предположительно, офицеры Воздушных сил Германии Обсуждают применение ракет «Таурус» в Украине и Крымский мост Как одну из вероятных целей Но кто и что на самом деле стоит за этим? Давайте разбираться Этот разговор якобы проходил в середине февраля Один из его участников в тот момент находится в Сингапуре Он берет в руки свой мобильный телефон и подключается к онлайн-совещанию То ли через своего оператора связи, то ли через Wi-Fi отеля, в котором находится И именно это, вероятно, и стало причиной утечки информации Но кто именно это сделал? Немецкая сторона в выводах однозначно Это часть информационной войны, которую ведет Путин В этом нет никаких сомнений В пользу этой версии говорит тот факт, что первой заговорила о секретном совещании Кремлевская пропагандистка Симоньян, которая и обнародовала детали беседы Тема поставки дальнобойных ракет «Таурус» в Украину до сих пор в Германии вызывает жаркие дискуссии Но, по сути, никаких секретных данных во время записанного разговора раскрыто не было На самом деле, как вы понимаете, все эти военные вопросы постоянно обсуждаются среди военных То ли в России, то ли в Германии, вообще не имеет значения Следовательно, обнародование перехвата кажется странным Ведь, как правило, разведчики как можно дольше скрывают, каким образом получили ту или иную информацию Чтобы продолжать прослушивание и чтобы агентов не отследили Но в этом случае, скорее всего, было иначе Но ключевой вопрос, кто именно это сделал? С начала большой войны в Украине убегая от мобилизации в Европу Стали массово выезжать россияне И именно под этим соусом Кремль начал отправлять туда своих новых агентов Работники спецслужб получают огромный день И они очень-то любят, они это хотят Так что легенда и все эти желания Путина Очень понравилось работникам спецслужб Многие стали не просто миллионерами, а миллиардерами А заодно и вербовать тех, кто уже живет за границей Ведь не все сразу могут втереться в доверие и выполнить задачи россиян Он мигрант, он бежит, он не занимает высокое положение Он не вхож в высокие круги, в окружение Шольца или Макрона Потому что россиян интересует информация Что там господин Макрон задумал Или его кабинет Что там с производством боеприпасов Невозможно с улицы прийти и устроиться в Минобороны Журналисты британского издания The Financial Times пишут Что российская агентурная сеть в Европе стала такой же, как и во времена Холодной войны А может и больше Чуть ли не еженедельно появляются детали той или иной секретной операции Где всплывают российские разведчики Артем Ус, сын красноярского губернатора, который полтора года назад был задержан в Милане по обвинению в обходе санкций Его готовили к экстрадиции в Соединенные Штаты Но в последний момент он исчез с радаров Потом оказалось, что он попал в Эрефию Но ему помогали кто? Балканские мафиози В Италии недавно была раскрыта агентеса, продававшая бижутерию Но контактировавшая с офицерами НАТО Затем исчезла Но для каких задач держат этих агентов? Испания, побережье Средиземного моря Тихий и уютный городок Вилья Хайоса в провинции Аликанты давно облюбовали эмигранты из России Поэтому новость о жестоком убийстве иностранца шокировала местных В сообщениях речь шла о недавно переехавшем мужчине и указывалось почему-то, что он украинец Но на самом деле им оказался россиянин Тот самый Максим Кузьминов Который намеренно перелетел российско-украинскую границу и приземлился в Харьковской области Бог мне жизнь дал, он ее и заберет На борту своего вертолета, который в дальнейшем отдаст украинцам Кузьминов перевозил детали для российских истребителей и секретную документацию Вероятно, после этого он уехал в Испанию и там пытался начать новую жизнь Он был там разнорабочен, который никому не мешал, жил под чужой фамилией А тут такая циничная публичная казнь В него выпустили 12 пуль, потом переехали машины, эту машину потом сожгли И за этим могут стоять как раз российские агенты Тем более, что Кузьминову неоднократно угрожали из Москвы Офицеры тамошней разведки даже не скрывали публичное намерение найти его и наказать Испанские следователи уже вроде бы вышли на след тех, кого загарбовали в качестве убийц кремлевские спецслужбы Хотя на самом деле круг подозреваемых может быть гораздо шире Россия в этих методах имеет давнюю практику Могут отправить российского ликвидатора из числа ФСБ, военной разведки или задействовать криминалитет Криминалитет тоже работает Платятся деньги, указывается цель, через некоторое время ликвидируют И можно это выставить в качестве разборок, чтобы это не была политическая ликвидация Просто разборки или ограбления Примеров столь показательных ликвидаций с участием российских агентов немало Александр Литвиненко, Скрипалий, множество чеченских активистов, плюс Кузьминов Потому это стандартная практика, там уже даже не прячутся Говорят, мы это сделали Но где в основном прячутся российские шпионы Живя под прикрытием Есть две страны, которые сейчас де-факто являются большими шпионскими хабами Конечно, это Эль Классико, это Австрия Вена – столица мирового шпионажа Плюс Швейцария Женева – отличный логистический хаб Перелеты из разных стран ЕС, где можно поездом проехать Очень удобно Дуже сручно Западные спецслужбы не прекращают охоту на российских шпионов Поэтому многие из них возвращаются туда, где их завербовали В зарубежной прессе его называют «неуловимый Ян» И утверждают, что мужчина 10 лет был русским шпионом Помогал Кремлю в покупке оружия Руководил сетью информаторов Великобритании А сейчас он один из самых разыскиваемых преступников в мире Приютила его, конечно же, Россия По одним данным, мужчина живет в Москве Под вымышленным именем Герман Баженов По другим пользуется документами на имя священника из Липецка Константина Боязова Вот он на фото уже с бородой Хотя настоящий владелец паспорта выглядит несколько иначе 20 лет австриец Ян Марсалек работал в немецкой компании Wirecard Она занималась переводами средств Иметь своего человека в таком учреждении Это возможность одновременно получить доступ к большой базе данных И инструмент для слежки за теми, кто в ней Платежная система – это, прежде всего, коннект между разными людьми Система связи С какими людьми человек контактирует Что покупает Где покупает Это все информация, характеризующая человека Молодой Марсалек в этой задумке явно подходил на роль шпиона Он поднялся по карьерной лестнице К посту одного из топ-менеджеров этой компании А любовь к путешествиям и приключениям сделали свое дело С российским разведчиком, который его и завербовал Яна познакомила бывшая порнозвезда и по совместительству его подруга Он постоянно перемещался между Москвой и Берлином Скорее всего, он был посредником для встреч Для лоббирования российских интересов Кроме покупки оружия и кураторства других шпионов Марсалек помогал и вагнеровцам Человек лез в Ливию Но зачем? Да потому что Путин любил Ливию Хотел после убийства Каддафи что-то показывать В общем, использовал для этого Марсалек Но 4 года назад Марсалека начали выводить на чистую воду И тогда он сбежал Но прихватил с собой 2 миллиарда евро Которые были выведены со счетов в Айркарт Аферист якобы полетел на Филиппины И после растворился в воздухе А впоследствии его заметили уже в России И не зря, потому что, скорее всего, он еще нужен Ведь, возможно, он является одним из кошельков Кремля за границей А в Лондоне тем временем готовится к судебным сушениям На скамье подсудимых шестеро граждан Болгарии Их подозревают в связях с Марсалеком По версии следователей, они являлись его информаторами В Европе продолжают разоблачать российских шпионов И рано или поздно Запад их переиграет Сергей Виндин специально для Марафона на телеканале Freedom Он уничтожил Котова Дрон, дрон, дрон Ракетный катер Ивановец И даже десантный корабль Цезарь Кунников Впервые публично самый большой ужас российских кораблей Вот этот славно известный дрон Магуран Спецназовцы ГУР открывают тайны легендарного дрона Этим джойстиком мы контролируем его скорость, с которой он передвигается Как он умудряется обходить эшелоны защиты врага? Невероятные подробности истребления российского флота Вот он от нас бежал и бежал, если увидите вокруг очень много гражданских судов Эксклюзив фактов недели с побережья Черного моря Секретное место на юге Украины Черное море успокаивает обманчивым штилем Но этот спецназовец вместе с подразделением нередко устраивает здесь настоящую бурю Его позывной 13 И это точно не счастливое число для черноморского флота РФ Он прячет лицо за маской и просит изменить голос Его не должны узнать ни друзья, ни враги Ведь этот мужчина одна из главных целей для российских спецслужб Еще бы, ведь неуловимые дроны, которыми управляет Гуровец, филигранно топят российские корабли Что позволяет Украине, стране без флота, получить инициативу на море 13-й подходит к пульту управления размером с небольшой чемодан и берется за джойстик Этим джойстиком мы управляем влево-вправо, задаем курс борта Этим джойстиком мы контролируем его скорость, с которой он передвигается Вдруг на морском горизонте появляется силуэт, который быстро приближается к берегу Вот этот славно известный дрон Магура, на счету которого около полудесятка российских кораблей Видно, что он очень компактный и очень маневренный Длиной около 6 метров И, к сожалению, это самое ближнее расстояние, на которое его можно подогнать Здесь очень мелко Нам приходится отправить в море оператора в гидрокостюме, чтобы показать этот дрон на расстоянии вытянутой руки Вот он, словно акула, рассекает морские волны Максимальная скорость 78 км в час Дальность до 800 км Боевая часть до 320 кг Эта половина отвечает за боевую часть Когда мы выходим в район выполнения задания, мы активируем боевую часть Это отображается на каждом экране И затем, непосредственно перед выполнением задания, поднимаем еще этот туннель Это ручной подрыв Ручный подрыв В управлении очень важно чувствовать дрон, говорит 13-й Это как чувствовать автомобиль В свочи, если борт подбили и он не может двигаться, оператор может активировать самоуничтожение Понять реальную картину помогают экраны на пульте управления Здесь довольно большой экран Сейчас немножко плохо видно, но на нем показано, что видит дрон, который сейчас приблизительно в 150 метрах от нас И есть еще дополнительный планшет, на нем показано, где именно дрон сейчас находится В целом очень удобно и довольно простой функционал Дрон Магура – это уже без преувеличения страшный сон оккупантов На днях им потопили очередной российский корабль Сергей Котов С Котовым у нас, скажем так, давние отношения Потому что мы его еще до этого два раза поражали, наносили ему повреждения И он два раза становился на ремонт Вин два раза вставал на ремонт Сергей Котов был новым корветом Стал в строй только в июле 22-го года В ГУР назвали его самой сложной целью за последние полгода И прямо сейчас, эксклюзивно фактом недели, командир спецподразделения Групп-13 Расскажет, как именно происходила его ликвидация Он от нас бегал и бегал И если увидите, вокруг очень много гражданских судов Он скрывался среди гражданских судов Он пытался от нас уйти На полном ходу маневрировал между сухогрузами И, соответственно, огонь вел из крупнокалиберных пулеметов, которые были на корме Его затопили недалеко от Крымского моста Согласно перехваченным переговорам россиян На борту находился вертолет, который пошел ко дну вместе с экипажем Там и вертолет был Сам корабль, б***ь, с вооружением там Оказывается, 76-630 Посмертное сражение Котова с дронами Магура было настолько громким Что россияне сначала подумали, что целью был сам Крымский мост Это была его зона патрулирования Он охранял Керченский мост Россияне начали кричать, что атака была именно на него Этот дрон не предусмотрен для моста Он мосту не нанесет какого-либо ущерба У нас была конкретная цель Сергей Котов И он с этой задачей защитить себя не справился Однако крупнейшим трофеем Магуры в настоящее время является Большой десантный корабль «Цезарь Куников», который ликвидировали 14 февраля На днях в сети появилось видео этого боя На этом видео мы видим, что расстояние очень маленькое Но они не могут в него попасть Потому что он маленький и очень маневренный Мы видим, что он сначала стреляет один Затем к нему подошел второй с этой позиции И начали стрелять двое И они так и не смогли его поразить Одно из преимуществ подобных штурмов Это то, что дроны атакуют с разных сторон одновременно И здесь очень важна слаженная работа в команде Кроме того, у россиян пока нет эффективного оружия, чтобы противодействовать морским дронам Если они их видят на радарах, это уже слишком поздно 1 февраля с помощью Магуры Гур затопили ракетный катер «Ивановец» А в ноябре прошлого года еще два катера класса «Акула» и «Серна» Все суда были отправлены на корм рыбам в совершенно разных частях Черного моря То есть к самым амбициозным целям подбирались постепенно Мы начинали работать отсюда Как вы видите, закрыли сначала западную часть моря, потом центральную И потом уже восточная часть моря начала отрабатываться Сегодня для россиян уже не осталось ни одного безопасного места в Черном море, убеждают пецназовцы Сейчас выбрать цель трудно, потому что ее нет В открытом море действительно нет ни одного российского корабля Каждый дрон мы стараемся максимально сохранить и использовать эффективно Но скажу так, что опять же тот же «Ивановец» перекрыл все борта в прошлом году И те, что в этом году еще даже не были поставлены По состоянию на сегодняшний день Россия потеряла уже 35% своего Черноморского флота Безусловно, следующими желанными целями для Украины являются ракеты-носители, которые обстреливают Украину В ГУР уверяют, это вопрос времени, а дронов хватит на все российские корабли Дронов у нас достаточно Дронов у нас достаточно, я скажу, что настолько достаточно, чтобы дай бог, чтобы у нас было время спать Спать Магура Ви-5 без преувеличения стал геймченджером Украинским вундерваффе, против которого бессилен весь Черноморский флот России И дальше будет только больше Артем Куля, специально для Марафона, на канале Freedom